МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Северному многоборью среди коренных малочисленных народов Севера. Соревнования проходят при поддержке губернатора Валерия Лимаренко. В Ноглике себя приехали показать аборигены из семи районов острова. Настраивалась. Ну, позитивно. Главное, не замечать, что вокруг тебя люди, чтобы не нервничать. Но первую попытку у меня не засчитали, потому что заступ. В принципе, не тяжело. Юноши и девушки отменно стреляют из лука по ставной мишени. Эта дисциплина хоть и не является традиционной для северян, но без нее не обходятся данные состязания. Здесь не нужно иметь большой физической силы. Вручают отличная меткость и техника. Каждый день у нас были тренировки усиленными. Уставали, но результат на глаза. Сегодня прошла первая дисциплина. Прыжок с одновременной моталки над двумя ногами. Результаты высокие. Два спортсмена показали результат. Выполнили, прыгнули норматив мастера спорта России. И два человека по кандидату мастера спорта России. Показывают себя блестяще и в беге по пересеченной местности. С палкой в руках. Дистанция чуть больше километра. Первой среди девушек 2008-2010 годов рождения оказывается ахинка Анастасия Завьялова. Ее старшая сестра Юля тоже себя вписала в историю сахалинского спорта. Она член сборной команды области по лыжным гонкам. Является одной из лучших лыжниц России. И почти каждый день я иногда бегала по километров пять может. И была готова прийти и забрать первое место здесь. Нужно показать выучку и в метание тензиана на хорей. Тензиан – это аркан, с помощью которого пастухи отлавливают оленя. Метание тензиана на точность – экзамен на аттестат зрелости для оленевода. На соревнованиях его набрасывают на хорей – длинный шест, которым погоняют парнокопытных. Сначала нужно правильно намотать. Если он не раскроется, ты никак не попадешь. И нужно обязательно накидать вверх, иначе он не долетит. Ну, и нам говорят смотреть наверх, чтобы мы уже мысленно знали свою цель. Прыжки через нарты – тоже традиционная забава оленеводов. Для соревнований расставляют 10 нарт. Разрешается производить перенос ног через нарты только прямо перед собой. После их преодоления спортсмен приземляется на обе ступни и прыжком делает поворот на 180 градусов. И прыгать без остановок, вот просто на силу воли, на сколько хватит тебя. В медальном зачете ногликская команда завоевала почетное первое место. На второй строчке дружина из Парнайского района. Тройку призеров замыкает Александровск-Сахалинский. Раньше-то были всегда только детские летом. И мы держали стабильно вторые места. Стабильно. Ну, потом у меня был небольшой перерыв. Года три я уходила с тренерской работы. В тройку лидеров не вошли ахинцы, хотя они традиционно сильнейшие в национальных видах. Так получилось, что команда самого северного района оказалась неполной. Но даже малым составом ребята показали отменные результаты. Давай, хорошо, умничка, терпи, терпи. Давай, давай, жарко, но потерпи, потерпи. Здесь присутствует наша Сахалинская, пожалуй, самая большая команда. Нас здесь сегодня 10 человек. 70% трассы проходят по джунглям. Огромное количество подъемов, спусков. По пути встречались змеи, сквапендеры, какие-то жуки непонятные, своны. Но очень-очень живописно. Умничка, рыбочка. Молодец, молодец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было две дисциплины, 21 километр и 30 препятствий. Удалось занять второе место. На акклиматизацию времени не хватило, но организм ничего не понял. И все пошло по плану. В своей возрастной группе я заняла третье место. С собой очень довольна. Честно скажу, я не ожидала. Бежала, можно сказать, в удовольствие. Была рельефная местность. Мы бежали по холмам, по горам. В целом набор высоты был 700 метров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В том году мы принимали участие в этой же гонке. И результаты были более скромнее. В этом году получилось на дистанции 10-21 километра занять второе место в абсолютном зачете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этого события в парке Янтарный ждал весь Долинский район. Здесь открыли новую роллерную трассу протяженностью 1300 метров. Ширина дорожек составляет 3 метра. Она подходит для оздоровительной ходьбы и бега, велопрогулок, катания на лыжероллерах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Местность пересеченная, даже очень стоят ели, диковые. Красиво здесь очень. В общем, ландшафт такой лесной. Нету открытых мест практически. Хотим еще лыжную базу здесь построить. В мечтах у нас. Было бы вообще великолепно, потому что здесь вся инфраструктура. В этом году здесь обновили зону родника. Организовали детскую научную площадку. Установили современные тренажеры. Подготовлено футбольное поле с судейской вышкой. Как говорится, на одной территории 33 удовольствия. Учитывая, что приверженцев здорового образа жизни становится все больше. Еще один спортивный объект в нашем городе Долинске. Я думаю, что спортсмены будут очень рады, да и любители спорта. Потому что им теперь не придется посещать разные районы и проводить тренировки. Конечно, важно. Надо, чтобы люди-то были здоровыми. А если не двигается человек. Движение – это же есть, известно же. Я по возможности все время, когда знаю, что бегаю. Обычно на материк выезжаю, там марафоны. А тут всего километр. Ну что это? Дистанции от километра до двух всем предложили преодолеть честь открытия спортсооружения под открытым небом. В массовом забеге принимают участие около 300 юных и взрослых жителей муниципалитета. Я вообще-то участвую во всех спортивных мероприятиях таких. Раньше участвовала в легкой атлетике. Но потом мне сказали, что все по возрасту, дальше сессии нельзя. Но сейчас вот у нас новые вот такие вот маршруты. Это все реально, все возможно. Поэтому я участвую с удовольствием. Во-первых, мне нравится парк. И в прошлый раз на день ходьбы мы ходили. Я была очень впечатлена. А сейчас свежий воздух. Единственное, что дорожка немножко подмерзла, было скользко. Парк в Долинске преобразился благодаря участию в программе формирования комфортной городской среды. Это часть нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас завершены два этапа по его благоустройству. Но территория Янтарного позволяет развиваться и дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!